Рассмотрим коробки диска 2000 песен. Внутри у нас сами диски, комплект из четырех лицензионных дисков по 500 песен на каждом. Это сделано для более качественной записи фонограмм, нежели если бы это было записано на одном диске. Также у нас идет каталог с песнями в алфавитном порядке по исполнителю. На обороте диска у нас информация по авторским правам, производителю и лицензии. Касаемо подключения караоке и самого диска. Существует несколько заблуждений. Первое касается того, что баллы выставляют диск. На самом деле баллы выставляют устройство караоке. Когда вы подключаете диск на ваш универсальный плеер, если он выставляет баллы, у него есть такая функция, то баллы будут ставиться при использовании этого диска. Соответственно, если баллов не выставляет плеер, то и баллов тоже не будет, неважно какой диск был воспроизведен. Второе заблуждение это в том, что на некоторых устройствах происходит задержка звука. Причем задержка звука, как говорят, именно текст отстает от музыки. На самом деле это не так. Имеется ввиду, что отстает голос именно с микрофонов. То есть мы берем, рассматриваем неправильный вариант подключения, а именно звука напрямую в телевизор. Вот слышите, как я говорю, через телевизор, и видно, как шевелятся мои губы не в такт голосу из телевизора. То есть здесь из телевизионной колонки. И рассмотрим правильный вариант подключения. Выключаем звук. HDMI также у нас заходит в телевизор, только передает изображение. А звук уже тюльпанами от плеера уже входит в акустическую систему. И, собственно, раз, два, три, раз, два, три. Мы говорим сейчас параллельно к тому, что выходит из колонок. То есть никакой задержки нет. Теперь вставим сам диск. Посмотрим, как это будет звучать. Выберем какую-нибудь песню известного исполнителя. Например, песня «Инператрица». «Инператрица» Как мы можем заметить, текст идет ровно в такт музыки. Никаких задержек, отставаний или опережений нет. Все ровно по нотам. Продолжение следует.